Единый Армянский информационный центр выступает с новой инициативой организовывать обсуждения с участием независимых экспертов. Задача этой инициативы – проанализировать текущую ситуацию, эту войну с ее различными проявлениями и аспектами. Нам кажется, что общество в этом нуждается. Оно нуждается не только в оперативной информации, но и в толковании и в анализе событий. И специалисты, естественно, это независимые эксперты, и они выступают с собственной точкой зрения. Тем не менее, они выступают в рамках этой официальной платформы, которая дает им возможность выразить свое мнение. Первое обсуждение этой серии буду проводить я. Если вы не узнали меня в Москве, то я Ара Абрамян, главный редактор газеты «Аравот». Тема этого обсуждения, этой дискуссии – следующее. Во-первых, я хочу представить участников. Участники у нас. Специалист по Азербайджану, депутат парламента Армении, Татави Кабрамян, Варжан Маганян, Эдгар Албакян и Магир Акупян, военный аналитик. Спасибо большое, уважаемые участники, за присутствие. В качестве темы для обсуждения предлагаю следующий вопрос. Возможно ли было избежать войны? Как мы знаем, история не терпит сослагательных наклонений. Тем не менее, уважаемые коллеги, я предлагаю подумать, поразмыслить над теми факторами, совокупность которых привела к началу войны. И что можно было бы сделать в мире или в Армении, что можно было бы сделать, чтобы этого не произошло? Татавик, пожалуйста, слово вам. Скажите, пожалуйста, можно ли было продолжать переговоры в рамках Минской группы под руководством, под эгидой Минской группы? Что думал Азербайджан перед войной? И какие были препятствия к продолжению переговоров? И если бы переговоры продолжились, началась бы война или нет? Спасибо. Благодарю вас за возможность выступить. На самом деле, этот вопрос действительно является предметом для размышления и анализа. Можно было бы избежать войны? У меня короткий ответ – нет, потому что в течение лет мы следили за максималистской политикой Азербайджана, и становилось понятно, что рано или поздно война будет неизбежна, и этому доказательству четырехдневная апрельская война в 2016 году. Что можно было бы сделать? На мой взгляд, в 2018 году, когда в Армении произошла апрельская революция и последующие события, они просто отложили войну, потому что Азербайджан во время дни очередных парламентских выборов предлагал войну как повестку. Просто революция и ситуация международная вокруг нее на некоторое время отложили эти события. Но я считаю, что… Вот посмотрите, что произошло в ходе переговорного процесса за последние два года. Армянская сторона и стороны говорили… Армянские стороны говорили об одной простой вещи, что невозможно обсуждать решение, пока нет соответствующей атмосферы для этого. Если ведется пропаганда ненависти и ведется военная риторика, о каких приговорах идет речь. И именно по этому свидетельству… Именно на это указывают различные программы, обмена журналистами и так далее. Это обсуждения, которые должны были привести к реальному регулированию. То есть, если Азербайджан стоит на максималистских позициях и говорит «все или ничего», то как вести обсуждение? Обсуждение может простигать из дискурса. Если нет дискурса, то любые обсуждения, направленные на поиск решения, становятся нереалистичными. Именно поэтому мы ставили реалистичные задачи. Давайте обсудим обстановку. Давайте поймем, что надо предпринимать, чтобы каким-то образом сблизить наше общество и снизить градус ненависти. Но, естественно, это не проистекало из решения Азербайджана, из его задач. И воспользовавшись в том числе и ситуацией с COVID-19, и с амбициями Турции в данном регионе, потому что это сильно меняет географию войны. И надо сказать, что к войне с Азербайджаном мы готовились, мы ее предугадывали. Могли ли мы предугадать такое активное участие Турции в этом конфликте? Это, конечно, уже вопрос. Но я могу вам точно сказать, что мы готовились и были готовы к войне с Азербайджаном. Когда мы говорим «мы», мы имеем в виду общество или военные, или вооруженные силы. Насчет общества не могу сказать, потому что, по моим наблюдениям, невозможно с утра до вечера проводить пропаганду войны и таким образом полностью нарушать мирный ритм жизни. Однако компетентные органы, которые отвечают за это, точно предугадывали эту войну и были готовы, конечно, не к такому участнику. О Турции мы еще поговорим. И Эдгар, так как я вас уже упоминал, хочу спросить. Премьер-министр Армении несколько раз в своих интервью упоминал 2011 год. Казацкий документ, согласованный документ, который, тем не менее, Азербайджан отказался подписать. Насколько я понимаю, это была та максимальная уступка, на которую была готова Армения. Но после этого требования Азербайджана стали еще жестче. Так ли это? По большому счету, Азербайджан никогда не был готов к реальным уступкам, взаимным уступкам. Более того, нынешний архитектор Азербайджана зачастую ошибочно полагает, что это Бугайдар Алиев, но на самом деле это Ильхам Алиев, архитектор современного Азербайджана. И есть еще свидетельства Кири Кавана и иных деятелей, которые говорят, что Ки-Уэст и эта несовстоявшаяся попытка, Это на самом деле вина Гидара Алиева, и Ильхам Алиев его уговорил, чтобы тот не пошел на это и не накладывал харам на свою семью и крему позора, и мы решим этот конфликт байным путем. Я хочу сказать, что такая культивация, пропаганда ненависти по отношению к армянам – это дело Ильхама Алиева. Давайте вспомним, что произошло, когда ко власти пришел Ильхам Алиев. Рамиль Сафаров, который, кстати, был родом из районов Джабраила, Далее, да, армяне с российскими паспортами, им было запрещено въезжать в Азербайджан, и эта возможность была закрыта. И виртуальный конфликт расширился вплоть до территории Армении, это известная вещь. В 2005 году Ильхам Алиев приказал, чтобы сотрудники Института истории Академии наук Азербайджана доказали, что территория Армении – это Азербайджан. Очевидно, что, по большому счету, война должна была состояться. Я говорю лично от своего имени, но также у меня есть коллеги, которые здесь сейчас не присутствуют, Но мы всегда говорили о том, что война будет после Апрельской войны, до Апрельской войны, как говорится в известном фильме «До, после, во время Угара». Но относится ли это к переговорам, или переговоры шли своим чередом? Нет, все имеет значение, конечно. Например, если вспомним до Апрельской войны, дипломатическая подготовка, это риторика в пассе. Вы знаете, война не возникает ниоткуда, к ней готовятся, учитывают факторы. Отвечая на ваш основной вопрос, который вы задали, Татавик, и это главная тема нашей дискуссии, Да, война так или иначе состоялась бы. Вопрос лишь во времени. Почему война началась сейчас? Мы должны понимать, что в какой-то степени этот вопрос может интересовать и наш народ, и, честно говоря, и для нас это вопрос политических дискуссий. Но главная универсальная формула такова. Противник начинает войну тогда, когда, на его взгляд, он находится на пике своей мощи, а ты на самой низкой точке своей силы. В 1990 году, зимой, мы были в тяжелом положении, крайне тяжелом положении, и в то время был министром обороны Азербайджана Раймель Хазиев, и он говорил о том, что в 1992 году он дал приказ, он отдаст приказ к полномасштабному нападению на Мардакерт, в то время как его войска не были полностью готовы. И когда его обвиняли в предательстве и говорили, что почему-то повел свои войска на противника, если мы не были готовы, он сказал, что в 1992 году зимой в Армении была ситуация очень тяжелая, социоэкономическая, и я думал, что у них все хуже. Я привел этот пример, чтобы вы поняли, когда начинаются нападения. Когда противник думает, что он в зените своей силы и возможности, и здесь Татавик подтвердит, что, наверное, Турция воспринимала, что она сегодня на пике, и, скорее всего, они воспринимали Армению как слабой на данный момент. Я могу лишь предполагать, какие восприятия, но тот факт, что сегодня война, наверное, подтверждает это. Более того, во время обсуждения взаимного визита журналистов, мое имя упоминалось, я хочу сказать, что в то время, на мой взгляд, там, в Азербайджане, уже было принято это решение. Вы тогда это уже понимали? Нет. Это я сегодня ретроспективно смотрю и понимаю, что это решение было уже принято в войне год назад, или чуть более, вооружен. Турция. Принято считать, что Азербайджан, тем не менее, не начал бы это нападение, если бы не пользовался полной военной и политической поддержкой Турции. Вы согласны? Я считаю, что нет, и оба моих коллеги уже, в принципе, говорили об этом. Здесь поддержка Турции была дополнительным фактором, который усилил то восприятие, о котором говорил Эдгар, о возможном нарушении баланса сил и о возможном решении конфликта военным путем. В то время как... И вы знаете, не то, чтобы мы видели поддержку Турции впервые, но в этом объеме. В данном случае мы говорим также о том, что поддержка есть, и она в этот раз уже открыта, очевидна, но в прошлом тоже были такие попытки. Я хочу напомнить, что, по сути, Турция с 93-го года напрямую участвует в этом конфликте, как минимум, закрывая в одностороннем порядке границу с Арменией, которая считается по всем правовым нормам одним из механизмов ведения войны. Следовательно, и в данном случае мы имеем дело с этим продолжительным явлением, и турецкий пик, и турецкая страна тоже восприняла эту ситуацию как наиболее удобную для победы в данном конфликте. Потому что не случайно был выбран именно этот период, именно эта методология ведения войны. И давайте, в конце концов, поймем, что процесс, который сегодня происходит на линии фронта Арцаха, по сути, является логическим продолжением более масштабных явлений в данном регионе, которые, к сожалению, мы пытаемся воспринимать так, что мы здесь, сидя в Армении, ближе находимся к Парижу и Брюсселю, и нас более интересует то, что происходит в этих европейских столицах, но в то же время, надо сказать, и мы много говорили об этом, на нас больше влияют события в Дамаске, в Алеппе и в Багдаде, нежели то, что происходит в Вашингтоне и в Брюсселе. Если посмотреть на общую картину, с 2012 года все, что происходит в этом регионе, должно было стать сигналом для нас, что формируется та среда, в которой амбиции Азербайджана и Турции находят благодатную почву. Тем не менее, Азербайджан напал бы, даже если бы не было поддержки Турции. Я считаю, что, и как упоминали уже коллеги, я полностью разделяю их логику, в данном случае она подсказывает нам, что да, действительно, Азербайджан готовился к этой войне. Давайте немного расширим рамки нашего контекста. Вопрос Карабаха, вопрос Арцаха в Азербайджане сегодня воспринимается как нечто сакральное. Чисто с точки зрения методики, очень похоже это на палестинский вопрос. Это как Палестина, нечто святое, от чего зависит все. И, следовательно, власти по мере подпитывания этой сакральности и ее пропаганды должны неизмежно прийти к индифаде, когда начинается борьба за достижение этой сакральности. И, как говорили уже коллеги, на протяжении этих 30 лет, а особенно во время правления Ильхама Алиева, мы видели поступательную подготовку к этой ситуации. Даже если военно-политическое руководство не желает этой войны, война необходима для общественной мобилизации в Азербайджане, для ее обеспечения. Магер, я хочу взять крайний пример, который никому не нравится, Северная Корея, которая абсолютно не похожа на Армению, страну, которую никто не любит, но против этой страны никто не начинает войну. Потому что эта страна очень хорошо вооружена. Может ли Армения когда-либо быть настолько сильной, или, может быть, она была такой сильной в плане вооружения, настолько сильной, чтобы никто не рискнул напасть на нас? Спасибо за приглашение и за ваш вопрос. Перед тем, как ответить, я хочу воздать дань почтения и памяти всем павшим в этой войне. Я делаю горе близких и родных. Это люди, которые пали за нашу безопасность, за наш мир. И я и моя семья высоко ценим и чтим геройский подвиг этих павших бойцов. Я надеюсь, что не пройдут эти жертвы с ряда. Если посмотреть на 5000-летнюю историю человечества, мы поймем, что, по большому счету, силой решается все, а дипломатия — лишь продолжение этой силы. История не терпит сослагательных наклонений. И из всех возможных вариантов, которые могли бы у нас быть, у нас есть именно этот. Объективен он или субъективен, мы узнаем гораздо позже, когда с высоты лет взглянем на него, когда будут открыты документы. Но одно очевидно. Наша война не окончилась в 1994 году, 12 мая. Я эту идею повторяю везде. Наша война не была окончена. И то, что на фронте активных нападений или обороны не было, это не означало, что война закончилась. Особенно после 2010 и 2011 года, после соответствующих событий, Алиевский режим уверенно повел дело к вооруженному конфликту. В 2014 году летние события, апрельская война, в 2016 году и в 2020 году уже летняя война в того же. И надо, конечно, было быть сильным, мощным. Мой ответ будет немного вне рамок вашего вопроса. Что мы сделали за эти 26 лет, с 1994 до 2020 года? Я должен опять задать вопрос с возлагателем наглонений. Если бы мы были хорошо вооружены, был бы этот конфликт? Я отвечу вам так. Если бы в результате обустройства нашего государства и развития у нас был бы результат приблизительно близкий к тому, который был в Израиле, скорее всего, на нас не было бы нападения. Это, конечно же, тема многих научных трудов, что произошло за эти 26 лет. Но, тем не менее, случилось то, что случилось. За эти 26 лет у нас сменилось 4 власти, 4 правления. Сегодня это четвертая действующая власть. Надо быть сильным. Секрет именно в этом. Но против нас сыграли также международные события. Сирийский кризис 2011 года дал очень хороший повод Эрдогану, страдающему идеями нео-османизма. И тот начал опробировать гибридную войну. И не случайно, что наемников, башебузуков мы увидели во всей их красе, в кавычках, именно во время Сирийской войны, в рамках ИГИЛ. И вчера, например, уже Российская Федерация официально, и министр иностранных дел Лавров официально подтвердил, что свыше 2000 наемников воюют в Карабахском конфликте. И что получается? Эрдоган опробировал уже эту историю с наемниками. Если вы вспомните, БПЛА тоже были опробированы на Сирийском фронте. И несмотря на то, что в результате некоторых политических развитий Эрдоган не привел к окончательным контурам свой замысел, но в военном плане он абсолютно не сетовал на эту ситуацию. То же самое мы увидели в Ливии, когда силы Машарафтара, пользующиеся большим успехом, в результате гибридного введения боя и наемников страны Эрдогана потерпели поражение. Это привело к Эрдогану, страдающему идеями нео-османизма, к тому, что да, действительно возможно вести войну чужой кровью, возможно вести ее гибридно. А возможно ли это на самом деле? Нет. И знаете почему? По разным поводам. Я часто говорил, что для нашей армии силы наемников это не проблема, эти башибузуки, они не проблема. Они не мотивированы так, как армянский войн. И в конце концов, армянская военная машина и армянская армия, которая имеет четкое управление, четкое вооружение и свою конструкцию, она справится с наемниками. Нашей задачей стало верховенство Азербайджана в воздухе и БПЛА. Эту задачу наше военное руководство осознавало в последние годы, и даже предыдущие власти, в частности, Серж Соркерсиан, в последние годы своего правления говорил серьезно о том, что нам надо обеспечить превосходство в воздухе. И те же СУ-34, которые мы в прошлом году привезли и гордились этим, все это стало результатом переговоров, которые были инициированы прошлыми врастями. Мы понимали об этом. Это наши военные аналитики говорили, что война будет вестись по-иному. Другая задача в том, что, к сожалению, мы не смогли завершить наши военные реформы. И если, например, условно говоря, эта война началась бы в 2022 году, мы были бы больше готовы к этому, чем сейчас. Вы тоже говорите «если». Вы знаете, история выбирает из бесчисленного числа вариантов только один. Только один. Сегодня мы имеем то, что имеем. В Татевик мы не будем избегать сложных вопросов и провокационных вопросов. В некоторых кругах есть такая теория, есть такая версия, что Азербайджан инициировал эту войну, в том числе и потому, что власти России имеют некоторые, скажем так, некоторые отношения по отношению к армянским властям. Вы знаете, я считаю, что в последние годы, так как мой коллега Эдгар Албакян сказал об этом, о том, как воспринимать наш противник, мне иногда кажется, что Азербайджан составлял свое мнение, основываясь на публикации некоторых СМИ. И эти цитаты мы находили также в выступлениях Алиева. И, конечно, это искаженное восприятие. Алиев даже не думает, почему мы не сдаемся. Он думает, что он достиг таких успехов, что мы уже на коленях. Что касается вашего вопроса, то восприятие властей Армении со стороны и властей России... Ну да, в российском обществе истеблишменте говорили о недоверии по отношению к каким-то депутатам, представителям власти, которые пришли из разных структур. Но надо сказать, что работа последних лет, сотрудничество с нашими российскими партнерами четко показало, что у них нет каких-то поводов для опасений. Скажу больше, эта власть, по сути, стилем своего правления показала, что является очень хорошим партнером для России. И сегодня уже тоже в российском аналитическом поле говорят о том, что да, пропаганда в одну сторону, но давайте примем, что Армения действительно наш партнер, который доказал свою лояльность не раз. И показал и продемонстрировал, что не собираются менять политический курс, позиции и связывают свои надежды по безопасности также с Россией, которые совпадают с геополитическими интересами России. И надо сказать, что отношения в категориях реалполитик не пострадали, скажу более, вполне возможно, что претерпели развитие. Что касается каких-то эпизодических компонентов, я считаю, что они не имеют того масштаба и силы, как это пытаются представить. Да, сегодня Ильхам Алиев пытается представить нашего премьер-министра Илья Рейга Рутюняна как главную причину, но если следовать, следить за заявлениями этого руководителя, становится ясно, что он вел к войне. Хотя Эдгар упомянул Ильхам Алиева, но я думаю, что Гейдар Алиев тоже к этому вел, потому что для того, чтобы как-то обосновать прекращение огня и перемирие, майское перемирие в 1994 году, они ввели в обращение термин «Первая Карабахская война», тем самым намекая, что будет и последующее. Ну а с Российской Федерацией у них не было никаких проблем, которые могли бы стать таким камнем предкомновения. Вы знаете, конечно, у меня нет возможности спросить лично у Путина или у Лаврова, даже если я спрошу, вряд ли они будут с нами, со мной откровенными. Но эту теорию я слышу также в речах российских экспертов и политологов, в том числе и в приличном общении. Почему у них возникает такое восприятие? Я считаю, что это неверное восприятие. Может быть, не знаю, в чем причина. Может быть, пропаганда работала хорошо. Но пропагандистское поле против наших новых властей было построено так, чтобы показать их антироссийскими, но по факту эти власти смогли выстроить конструктивные решения с российской стороной. Может быть, некоторые круги, которые были в дружественных отношениях с предыдущими властями, прилагают свою точку зрения. Но если серьезно изучать эту риторику, то нет причин для этого. Эдгар, у многих складывается впечатление, что в руках России есть какая-то некая кнопка, нажав, на которую Россия могла бы прекратить эту войну, или нажав, на которую начали развязать эту войну. Почему создается впечатление, что эта теория о кнопке так близка к действительности? Вопрос понятия. Это сейчас. А до войны было обратное восприятие этого. Логика одна и та же, а проявление противоположное. Все говорили, ой, ребята, все в руках русских. Если захотят, отдадут Карабаху Азербайджану, чтобы те вместе вступили в Евросоюз. Опять же, да, у нас был вот этот фактор обожествления российского влияния. И да, если бы они хотели, остановили бы, да, было такое восприятие. И надо сказать, что в Ереванском государственном университете есть центр стратегических исследований, который сразу после окончания апрельской войны подготовил сайт, посвященный апрельской войне. И там были часто задаваемые вопросы. Один из них был, действительно ли от России зависело столько. И тогда мы в черном по белому написали в 16-м году, что да, действительно Россия игрок в этом регионе, однако Азербайджан имеет достаточную суверенную силу, чтобы развязать войну. Уже в то время мы писали это, чтобы люди избавились от этих иллюзий. И Магер несколько раз очень хорошо и кратко все это описал. Мы имеем то, что имеем. И сегодня мы имеем то, что имеем. И сегодня мы уже убеждаемся в том, что Россия не всесильна, особенно, когда сегодня, мы уже сотый раз это упоминаем, Турция в игре, да, в этом военном проекте. Турция имеет свой вклад, который сильно затрудняет для Азербайджана выход из игры. Если вы заметили, Владимир Путин попытался дать понять, какие красные линии, какие красные черты являются таковыми для России. И упоминание Сумгаида было сделано не для того, чтобы польстить нам. Это был месседж нашей вражеской стороне, что для России подобные сценарии неприемлемы. Да, этнические чистки армян носили, да, неприемлемы. И сегодня омбудсмен Арцаха выступил с заявлением, он объявил, что в деревне Тох, Гадруцкого района, азербайджанцы обезглавили мирного жителя со стороны азербайджанских ВС или наемников. Вы знаете, да, человек, совершивший военное преступление, не идентифицирован, но все эти деяния приписываются азербайджанским ВС, и это является корректным с точки зрения международного гуманитарного права. Так что здесь я не вхожу даже в поле каких-то конспирологий и спекуляций. Очевидно, что это также посыл российской стороне, говорящий о том, что мы услышали сказанное, и Али в одном из своих бесчисленных интервью в последние дни в буквальном смысле сказал, что, да, действительно, мы слышим и принимаем во внимание, сказанное нашими партнерами. То есть я услышал то, что ты сказал о Сумгаите, я на этом не остановлюсь. Тем не менее, я повторяю это все в малом масштабе. Да, действительно, Россия наш стратегический союзник, это серьезный игрок в регионе. Россия – это то государство, которое в состоянии вести диалог с Турцией и сдерживать ее в некотором плане. И на протяжении многих лет Россия была нашим счетом от Турции, когда постоянно приходили доклады в наш штаб, что Третья армия Турции находится у наших пород на Тиме и действует. Это, конечно, был фактор России. Не надо абсолютизировать роль России ни в положительном, ни в отрицательном ключе. Мы видим, что это не так, что Россия, когда сможет, тогда ее остановит. Это не так. Мы знаем, что 10 октября длились переговоры 11 часов при посредничестве Москвы, и перемирение удалось достичь. Россия, в том числе и другие члены Минской группы, искренне заинтересованы в остановке войны. И действительно, они не хотели, чтобы война развязалась. Я не думаю, что здесь они как-то лицемерили. Единственная страна, которая желала, кроме Азербайджана, чтобы война была развязана, это Турция. Достаточно ли этого основания? То есть Турция с легкостью может отказывать, и даже грубо отказывать, и европейцам, и американцам не внимать их призывам и предложениям, что дает возможность современной Турции вести себя подобным образом. Я думаю, что здесь для ответа на этот вопрос нам надо частично вернуться к вашему предыдущему вопросу. Вы знаете, мы зачастую суживаем наше поле зрения и часто пытаемся свести все отношения Арцаха-Азербайджана и Армении-Азербайджана только нашими сторонами, но контекст гораздо шире, и упомянутая Россия в этом регионе не руководствуется только интересами Армении или Азербайджана. Более того, они руководствуются лично собственными интересами Российской Федерации. В этом регионе есть и подобные другие силы, которые руководствуются своими собственными интересами. Одна из этих стран – Турция и иные игроки. И в этом случае говорить о том, что, вы знаете, если бы не было Турции, Азербайджан бы не напал, или только Турции было бы достаточно, конечно, нет, потому что это такие узкие... это не отношения трех людей, это не узкие межличностные отношения, которые можно настолько упростить. Мы очень часто антропологизируем политические реалии, пытаясь представить их как разговор двух-трех людей, но это не так. В данном случае надо рассматривать несколько факторов. Фактор номер один – это этапы осуществления мега-крупных энергетических проектов в регионе, которые совпадают с некоторыми событиями в регионе. Второе – впервые в регионе меняются границы, которые были утверждены в 1918 году, после Первой мировой войны, и сегодня эти контуры меняются. И, соответственно, все заинтересованные лица, в том числе и стороны, в том числе и Турция, претендующая на региональную гегемонию, она пытается в этой новой архитектуре зафиксировать зону своего влияния, или, почему бы и нет, как упомянул Магер, достичь конкретных успехов в других странах. Например, сегодня северо-запад Турции, северо-запад Сирии полностью находится в руках Турции. Не говорить об этом было бы неправильно. Я думаю, такой же подход имеется и по отношению к Южному Кавказу. Ну и последнее. Надо еще одно обстоятельство выделить. В лице правительства Турции мы сегодня имеем силу, которая в состоянии довольно грамотно, довольно точно пользоваться противоречиями, которые возникают между игроками в этом регионе. Эти противоречия – яркий пример тому, это отношения с Россией, сотрудничество с которой у Турции довольно разнопланово. В каких-то случаях Турция – это партнер, в каких-то случаях отношения с Россией нейтральные, а в каких-то откровенно враждебные. В этом плане нам надо зафиксировать, что 27 сентября 2020 года эти региональные амбиции, формирование новой сферы влияния и дополнительные обстоятельства помогли Турецкой республике принять решение в пользу военного конфликта. Вопрос у меня был следующим. Что дает Турции силу так грубо отказывать Трампу или Макрону? Если сильно упрощать, то за последние 10 лет был накоплен определенный опыт, который дает основания Турции так отвечать. Если за эти годы Турция смогла в Сирии, Ираке или в Ливии в последнее время, смогла осуществить то, что она планировала в некоторых случаях, достигая максимальных целей, в некоторых случаях с минимальными целями, это дает возможность говорить о том, что Турция увидела именно здесь подобные возможности. Здесь я хочу еще раз сказать, что этот опыт Турция имела не только с 2010 года, но и гораздо раньше, в 1930-е годы, когда она снова попыталась захватить ту территорию, которая, на их взгляд, была их неотъемлемой территории, которая была частью Сирии и стала в 1935 году штатом Хатайса. Дальше Бюленд Эджевит, который завоевал территорию Северного Кипра, это был наиболее демократический правитель Турции, тем не менее захватил Северный Кипр в 2015 год и так далее. То есть все это свидетельствует о том, что мы работаем, имеем дело не просто с странным лидером Турции, здесь речь не о конкретном человеке, а об институтах. И эти институты четко фиксируют свои региональные интересы. И я хочу сказать, может, это покажется символичным, но сегодняшний министр обороны Турции Хулус Акар свой докторский тезис в УЗИ написал на тему Южного Кавказа и на тему Армении. Это говорит о том, что в высших военных чинах этот регион тоже считают регионом жизненно важных интересов Турции. Можно ли заключить из всего этого, что международное право, регулирование или правила игры уже не существуют, и сегодня существует только сила? Кто может ответить на этот вопрос? Позвольте мне ответить, с согласия коллег, с позволения коллег, господин Абрамян. За 5000-летнюю историю человечества мы стали понимать, что международное право – это определенное условное явление. Оно действует в полную силу только в том случае, когда различные политические полюсы в мире, не имея возможности по каким-то причинам вести свои дела вперед военным путем, пытаются сделать это иначе, в частности, правовыми путями. Будь эти политические полюсы Бизантийской империи, Римской империи или Парфианское царство, международное право действует только, когда имеется определенный баланс. Его сейчас нет? Сейчас он есть. Однако сейчас мировые центры силы имеют возможность широкого маневрирования, которого не было, например, в 70-е годы прошлого века. Небольшое отступление от этой темы, о которой можно говорить долго, но вернемся. На мой взгляд, виноват во всем этом Эрдоган, потому что в совершении преступления карается не только тот, чьими руками совершается это преступление, но и тот, кто являлся подстрекателем. Поэтому, смотрите, когда мы смотрим на путь, который прошла Турецкая республика за последние 30 лет, то мы видим государство, в котором... В результате экономического развития сформировался глаз буржуазии. Это малый и средний бизнес, небольшие производители потребительских товаров. Они стали действовать самостоятельно. И они стали видеть в Реджепе Тайпе Эрдогане носителя своих интересов. Классовый нонсенс, конечно, он имеется во многих периодах истории. Наполеон, например, опирался на среднюю и мелкую буржуазию. Да, мы отвлекаемся от темы, но я хочу привести к тому, почему это все произошло. За последние 10-15 лет, развивая мелкую буржуазию, Реджеп Тайпе Эрдоган сформировал мощную экономическую платформу для Турецкой республики. И когда он имел мощную экономическую основу, плюс были амбиции Эрдогана, к этому прибавились военно-технические мини-революции, которые произошли после 2010 года. И в результате этих трех факторов и их совокупности сформировалась ситуация, когда у Эрдогана были материальные возможности, технические возможности и собственные амбиции для внесения хаоса во все соседние государства. С успехом это было сделано в Сирии, чуть менее успешно в Ираке, пытается сделать попытка произвести это в Ливии, есть попытка сделать это в Греции, отпустив поток беженцев в сторону Греции. И, к сожалению, этот хаос идет в Грузию, и военное проявление этого хаоса мы видим уже здесь. То есть Эрдоган в результате хочет достичь такой ситуации, когда все региональные соседи будут в хаосе, будут ослаблены, и он будет силовым центром региона. Что дало ему возможность сделать это? Опять же, это суть гибридных войн, и если сравнить с 1970-ми, сегодня возможно вести войну, делать это и технически эффективно, и не нести за это правовых последствий. Воюя силами наемников, воюя с помощью БПЛА, и одевая своих спецназовцев в форму другого государства и так далее. Все это привело к усилению нео-османского аппетита Эрдогана. И сегодня мы имеем дело с этими проявлениями, и у нас задача удерживать наши позиции. Хорошо, у меня у нас мало времени, позвольте задать общий вопрос всем участникам. Попрошу вас отвечать кратко, не слишком отравно. Те планы Алиевы о том, что он может решить вопрос Арцаха военным путем, эти правоенные программы претерпели колебания, мягко говоря, за последние 40 дней. И каждый армянин, в том числе и я, мы уверены в том, что вся эта война увенчается нашей победой. Но каждый из нас представляет эту победу по-своему. Будет ли это победа, которая исчерпает вероятность новой войны, или, тем не менее, это будет победа, скажем так, пауза на несколько месяцев и несколько лет. Как каждый из вас представляет себе победу? Начнем с Магера. Это очень сложный вопрос. Об этом вопросе, я думаю, с первых дней войны. У меня есть минимальное и максимальное восприятие победы. Скажу кратко, на мой взгляд, если мы восстанавливаем границы, которые были у нас 26 сентября 2020 года, это минимальное восприятие нашей победы. После этого, чем больше, тем лучше. Если мы возьмем захватик, что чуть больше, то тем лучше. Вот, пожалуй, все. Я хочу сказать, что абсолютно не обязательно, чтобы у нас был зеркально тот вид, который был границей и контуров, который был 26 сентября. Если мы это восстанавливаем, то это минимальное восприятие, мое восприятие победы. После этого, чем больше, тем лучше. Эдгар, для краткого ответа, ну, слишком краткого ответа, тоже не надо, две минуты, например. Вы знаете, наша битва, наше движение, которое было инициировано в 88-м году, и цель этого движения была политическая идентичность армян. И как Левонтер Петрусян говорил, армян жили в Нагорном Карабахе 3000 лет и будут жить еще 3000 лет. И если в результате войны мы можем обеспечить в Арцахе наше национальное политическое присутствие и максимальную долговечность нашего присутствия там, я сформулировал бы это как победу. Отвечу также, как Мегер. Так как сейчас ведутся действия, я бы не хотел давать какие-то определения в рамках границ, но в более философском контексте и вере в победу я уверен, что Армения как идея, как направление практически вечны, и Хайк не может терпеть поражение перед Беллом. Дополнительный вопрос, что для вас является политическим достижением государственность? Да, потому что это единственный способ, особенно когда сосед такое государство, как Азербайджан, это единственный способ существовать там еще 3000 лет, еще раз процитирует Арпетрусян Баружан. Я продолжу идею своих коллег с несколько другого угла зрения. Давайте мы зафиксируем, что не надо бояться войны как таковой. Конечно, это печальное явление, но не надо его бояться. Победа будет, когда государство Армения будет иметь не только политическое присутствие в неотъемлемой части Армении в Арцахе, но и будет иметь возможность скапливать у себя такой потенциал, который позволит избегать войн, а если они будут развязываться, то будет давать адекватный ответ. И если это будет необходимо, также будет не только обороняться, но и наступать, чтобы защитить армянское политическое присутствие. С другой стороны, в контексте Ближнего Востока я считаю, что это исключительная возможность для армянских государств на данный момент выступать не только как исключительный бастион борьбы против международного терроризма, но и показать, что региональные государства-гегемоны, которые пытаются оказывать давление на те государства, и не только государства, а в том числе и народы, коренные народы этого региона, которые не имеют государства. Для этих народов Армения может стать своеобразным маяком защиты и покровительства. Речь идет о сирийцах, о Ватты и других народах, которые нуждаются в государственной поддержке. И Армения может стать таким вот государством. Это я считал бы победой. Татавик, я думаю, что и здесь есть несколько слоев, если на самом деле реальная опасность в данном случае просекает именно из Турции. Многие турковеды, туркови говорят, что не случайно был выбран день войны 27 сентября, сто лет назад в этот день Киазим Карабекир начал свой поход и войны, и действия против Армении. Это символика есть, на мой взгляд, есть. Это Восток, без символики тут не обойтись. Да, и по сути, это и на Али его как-то распространилось, и он тоже символизмом, скажем так, страдает. Да, есть четкая символика. Какова победа, на мой взгляд, это государство, государственность и обеспечение долговечности нашего народа в Арцахе, в Сюнике, во всей Армении. Потому что сегодня мы действительно перед угрозой, экзистенциальной угрозой стоим. И многие из наших партнеров, когда мы с ними говорим, говорили не один раз, мы говорим с ними сегодня и говорим, вы понимаете теперь, о чем мы говорим? Это экзистенциальная угроза, это угроза геноцида. И для меня победа – это государство, государственность и обеспечение безопасности нашего народа всеми возможными средствами. Возможно ли исключить войну в ближайшем будущем? Я думаю, что наше поколение впервые, ваше поколение во второй раз, люди, которые проходят через войну каждый раз, они хотят дать самим себе обещание, что не позволят грядущим поколениям испытать эту боль, потому что это огромная боль пройти через эту войну и эти потери. Но в то же время, если ты хочешь исключить войну и жить в мире, ты должен быть готов к следующей войне. И я думаю, что это будет наша сверхзадача в ближайшие десятилетия. И самый последний вопрос, на который вы начали уже отвечать, как была сформулирована наша тема, возможно было бы избежать войны. Давайте теперь будем говорить в будущем времени. Будет ли возможно избежать следующей войны? На первый вопрос вы ответили нет, что эта война началась бы тем не менее в любом случае, не 27-го, то 25-го сентября, в любом случае она бы началась. Вы говорите, что невозможно было ее избежать. А вообще, можно избежать войны в этом регионе? Так как это зависит не только от Армении и Азербайджана, я затрудняюсь сказать, в какой международной ситуации мы будем через 30 лет. Но так как от нас зависит обеспечение нашей безопасности, то я думаю, что да, возможно быть таким образом готовым к этой войне, чтобы возможные посягательства врага на нашу землю искоренять и делать это решительно. Я думаю, что так, готовясь к войне, мы сможем обеспечить долга вечный мир. А вооружа на этот ответственный вопрос я затрудняюсь ответить однозначно да. Но да, действительно, если армейское государство поднимется на новые качественные высоты, оно будет обладать возможностью пресекать любые следующие войны, дающие в себе экзистенциальную угрозу для нас. Опять же, нам нужно создавать государство принципиально иного качества. Если даже невозможно избежать следующей войны, то есть механизмы, которые позволяют снизить вероятность подобного конфликта в будущем. Не просто возможно, а сразу после окончания этой войны, сразу на следующий день, государство Армении не будет иметь никаких иных приоритетов, кроме подготовки к следующей войне, которая сама по себе предполагает предотвращение следующего конфликта. Иначе наше государство встанет перед угрозой серьезной экзистенциальной угрозы, потому что мы не будем скапливать здесь население, элиты, капитала при постоянных войнах действиях. И начиная с этого момента и на следующий день после окончания войны мы должны готовиться к следующей войне, иначе мы встанем перед серьезной угрозой. Если бы мы были в Новой Зеландии, возможно, у нас было бы больше времени готовиться к этому. Возможно ли, возможно, если после окончания войны мы с успехом решим вопросы государственного обустройства нашей страны и будем сильнее, чем турки. Мы не Новой Зеландия, и война с Турцией будет продолжаться несколько столетий. Мы должны быть сильны и должны создать ту ситуацию, когда Турция просто будет избегать нападения на армянскую государственность. В этом секрет, других секретов нет. Спасибо, уважаемые коллеги, уважаемые зрители. Напомню, что Единый Армянский информационный центр организовал впервые дискуссию, обсуждение с участием независимых экспертов, и вопросом нашей дискуссии, темой нашей дискуссии было, возможно ли было бы избежать этой войны. Войны, развязанной 27 сентября. Позвольте напомнить, как были наши участники. Депутат Армянского парламента, Азербайджана Вет Татавик Арапетян, Турковед Варушан Армян, политолог Эдгар Лбакян и военный эксперт Магера Копян. На этом мы заканчиваем. Спасибо за ваше внимание.